Основная часть съемок 39-го по счету сюжета в рамках проекта «Стихи живут повсюду» проходила в историко-культурном центре. Именно здесь более трех лет назад у сотрудников учреждения и возникла идея создания цикла репортажей, где трудовые коллективы читают произведения известных поэтов. Очередными участниками стали лауреаты премии Ленинского городского округа 2022 года. Для нас очень важно, что такие достойные люди нашего района нашли время и приняли участие в нашем проекте «Стихи живут». Мы очень им благодарны. Это люди разных профессий, разных отраслей, но все вместе они собрались в нашем центре и прочитали стихи. Герои очередного сюжета прочитали стихотворение Евгения Евтушенко «Большая ты, Россия». Большая ты, Россия, и вширь, и в глубину, Как руки не раскину, тебя не обниму. Большие здесь морозы, от них не жди тепла. Большие были слезы, большая кровь была. Большие перемены не обошлись без бед, Большими были цены твоих больших побед. Большая ты, Россия, и будь всегда большой, Себе не позволяя мельчать ни в чем душой. Ты мертвых нас разбудишь, Нам силу дашь взаймы, И ты большая будешь, Пока большие мы. Как отметила автор проекта Наталья Замарина, Все участники с воодушевлением откликнулись на ее предложение. И, несмотря на плотный рабочий график, Нашли время для съемок. Подумала, ну как же я смогу собрать этих людей, людей занятых, людей, горящих на работе. Но мне удалось. И вы видели, с каким воодушевлением, энтузиазмом эти женщины читали стихи советского поэта. Директор Видновской школы номер 9 Гюльнара Константинова признается, что обожает поэзию, поэтому согласилась на участие в проекте «Не раздумывая». Я даже на уроках детям читаю стихи. Стараюсь находить на каждую тему и хотя бы небольшие отрывки прочитать. Ну, с детства мне нравится читать стихи, вкладывать в них душу, потому что не всегда обычные слова, сказанные, доходят до людей. А вот стихи, пусть даже если это не твои стихи, они чаще всего доходят. А директору детской школы искусств поселка Развилка Ирине Андрушко как творческому человеку всегда интересны подобные мероприятия. Всегда интересно. Мы, в принципе, в школе искусства очень любим все проекты. Мы сами их придумываем, сами развиваем, а когда в готовом проекте, конечно, это большое удовольствие принять участие. Следующих участников, как и стихотворения, создатели проекта всегда держат в секрете. Но обещают, что будет интересно.